приветствую уважаемых подписчиков и других зрителей в этом видео собираюсь рассказать об устройстве которое на сегодняшний день на текущий момент выглядит очень даже необычно и я сказал бы даже классно шортс то есть короткое видео с этим устройством стал достаточно популярным она набрала дофига просмотров что в ютюбе что в тик токе и я решил кое-как все-таки попробовать кое-что рассказать о нем более длинно но конечно же я увы возможно недостаточно изучил хорошо данную модель если что вы меня простите будем как-то исправляться позже в общем это устройство называется sony clay pack nx 80 в вышло но в 2003 году представляет собой карманный персональный компьютер на базе операционной системы palm с 5 версии в принципе это было далеко не первое устройство линейки я бы сказал даже последнее устройство в линейке то есть эта модель была последней также были 60 60 и 70 73 вот такие вот модель первые две из них насколько я понимаю вышли в 2002 году 80 и 73 в 2003 вот так вот серия nx была характерна вот таким своим раскладным форм-фактором то есть выглядела она как примерно телефонная складушка прошлых лет однако гораздо более большие размеры у нее были если можно так сказать и помимо этого устройство этой линейки обладали экраном который поворачивался на 180 градусов и мог делать вот так вот давайте ка я для начала покажу какие-то отголоски от комплекта старого комплекта этой модели он у меня немножко остался вот это очень забавная штука это принцип по которому устройство подключается к usb то есть на первый взгляд это конечно похоже на док-станцию для зарядки однако как я заметил я пробовал подключать эту док-станцию к компьютеру конечно через usb в принципе док-станция работает и вот эта вот кнопочка тоже работает эта кнопочка предназначена для синхронизации данных между устройством и пк тем не менее зарядка почему-то у меня как таковая идет возможно это устройство даже и не предназначал для зарядки к таковой однако вот здесь указано все-таки некоторые данные 5,2 вольта и 2 ампера название usb cradle далее у меня остались в комплекте вот такие вот два футляра от карт памяти в общем это очень забавно что устройство вот в этом есть аж два слота под симка аж два слота под карта памяти и карта памяти этих разных этих разных форматов есть карта памяти compact flash а есть карта памяти memory stick pro то есть как можно понять memory stick это уже соневская разработка и они были известны такие карты по игровым консолям sony psp ps vita и телефоном sony ericsson которые уже вышли позже кстати почему возможно это устройство не вышло под брендом sony ericsson а именно под sony несмотря на то что sony и sony ericsson объединились воедино еще в 2001 это потому что у никакого слота для сим карты здесь нет и это в реальности совсем вовсе и не телефон и вот что касается зарядного устройства она конечно же тоже есть и выполнена она скорее форм факторе я бы сказала ноутбучного типа то есть вот такой вот блок не присутствует присутствует сам по себе вот такой вот шнурок тут два разъемчика контакта таких маленьких тоже 5,2 вольта и 2 ампера характеристики sony ic power adapter штекер кстати вот такой вот проприетарные клеи написано похож напомнил мне samsung galaxy tab который ставили и айфоны там 4s и айпады старые и так далее кстати что еще забавно можно сказать о слоте вот этим вот этом и компакт флэш то что в принципе далеко не всегда он отвечал только за расширение памяти можно было также вставить например сюда своеобразный модем с вайфай модулем то есть он вставлялся тоже в виде вот такой вот карты когда плотин и аксессуар вот кстати я взял два устройства с собой разных времен на складушку 2005 года samsung и современный относительно телефон poco f3 6,7 дюйма на андроиде и попросту чтобы вы понимали какого размера вот этот вот sony клея он достаточно большого размера даже в закрытом состоянии он по длине по ширине не так уж сильно различается с poco f3 да по ширине возможно даже чуть больше одинаково почти а уж с телефоном samsung он вообще огромным кажется в открытом состоянии это выглядит вообще вот так вот ну то есть понимаете какая ширина у этого аппарата и длина вот по длине гораздо больше современного смартфона он давайте-ка постараюсь как-то обойти и рассказать об основных элементах управления разъемах устройства ох это будет сложно и долго потому что их нихрена себе как много начинаем откуда угодно да ик-порт тут есть интерфейс ик-порт такую таким как мы его могли видеть в старых моделях то есть это просто черненькая такая область дальше кнопка камеры которые кстати немножко прозрачные похожи на зеркало кнопка назад колесико для управления кстати очень тоже забавно колесико выполнено примерно как в sony rickson p1 смартфоне то есть вот таким вот колесиком можно перемещаться по меню hold power это как в старых юмпс то есть сюда блокируем сюда включаем вот такой вот рычажок с другой стороны отверстие reset для того чтобы сбрасывать состояние устройства слот под карту памяти memory stick pro которая кстати больше точнее которая старшая по формату даже чем та которая использовалась в соединке 750 например у меня 256 мегабайт карта памяти кстати когда вынимаешь что раздается звук у аппарата вставляешь тоже это понимаю что горячую замену этих карт он поддерживает с compact flash ситуация примерно такая же дальше есть рычажок включения voice rec вот такого вот запуска voice recorder то есть диктофона и есть разъем для наушников он немножко необычный так как здесь три с половиной миллиметра обыкновенный а рядом еще элементы для управления то есть он немножко усовершенствованный и кстати вспомнил что наушники у меня комплектные тоже сохранить это устройство вот смотрите как выглядит этот штекер то есть вот такие вот необыкновенные наушники с таким разъемом что любопытно вот тут вот есть управление вот такое вот устройство но по факту можно просто вынять и вот здесь они уже получаются обыкновенные наушники 300 миллиметра вот так вот а вот эта вот штуковина это всего лишь приблуда от sony clear то есть предлагалось громкость регулировать паузу и сновку делать а также переключать и проматывать треки снизу расположен разъем для включения кпк и зарядного устройства сзади так понимаю динамик находится сверху спрятался стилус в таком отверстии силу для резистивного сенсорного дисплея но в общем-то ничего необычного а еще сверху дисплея очень такой прикольный формат это выдвижная камера камера один три целых 1.3 мегапикселя 1.3 мегапикселя 160 на 12 снимает видео очень маленькая и светодиодная вспышка также есть регулировка фильтра света то есть можно включать его и выключать вот таким вот рычажком чуть сбоку от камеры находятся два светодиодных индикатора рек и power то есть power это на своем понимаете состояние рабочее то есть состояние включенности устройства зарядки и так далее а рек это уже запись куда звука либо там скажем так видео и тому подобное об элементах снаружи вроде бы рассказал сверху можно точнее внутри можно обнаружить вот такие вот четыре клавиши они отвечают за запуск определенных приложений среди них там заметки адресная книга и тому подобное кстати вот эти клавиши они дублированы и вот здесь также есть стрелочки для перемещения вверх-вниз и квартир клавиатура полноценная относительно полноценная можно сказать вот caps lock и shift tab и так далее backspace что касается верхних кнопок то они увы в принципе в открытом состоянии не работают потому что по факту это одно и то же что вот эти вот клавиши по функциям и они начинают работать только если устройство перевести в другой формат то есть именно в таком формате уже эти вот клавиши работают и можно использоваться силосом более привычным скажем так нашему глазу современному виде смартфону либо кпк-шки несмотря на то что устройство выполнено скажем так в металлическом цвете это все-таки обыкновенный пластик материал корпуса тут пластик что касается дисплея дисплея здесь разрешение по нынешним меркам очень даже небольшого 3,8 дюйма то есть это диагональ его разрешение 320 на 480 точек и 16 бит у него в общем то дисплей сенсорный дисплей резистивный но я могу сказать что выглядит он не отвратительно он вполне себе адекватный на 2003 год кстати еще камера можно сказать фишка что она и сюда появляется то есть она может быть и фронтальной таким образом когда аппарат так вот поворачиваю что сразу же меняется ориентация дисплея что тоже забавно процессор в устройстве intel rm частотой 200 мегагерц оперативной памяти кстати в этой модели больше чем других 32 мегабайта но конечно настоящий момент это конечно очень мало и даже насколько я понимаю есть точнее был некоторый графический ускоритель тут от nvidia операционная система тут как я уже сказал palm us 5 версии и честно говоря первый раз встречаюсь с устройством на этой системе прямо вот так вот самостоятельно и скажем так это далеко уже не начало palm us потому что palm us вышла на рынок в 1996 году и когда-то эта система была очень большим конкурентом windows mobile то есть использовалась она в кпк и в смартфонах она существовала примерно до 2009 года поддерживалась дальше уже выпустили palm web us операционную систему которая более современная так сказать было и она адаптирована уже под сказать устройство более современного типа а эту систему уже так сказать перестали поддерживать из того что бросается в глаза конечно это возможно можно принять как наоборот но я скажу что многие элементы управления они просто повторяются то есть вот эти вот клавиши например они есть но тем не менее уст можно открыть эти приложения легко и прямо на сенсоре вот допустим они здесь находятся они здесь находятся списке есть допустим вот это вот клавиши перемещения есть одновременно и вот здесь клавиши перемещения есть колесико перемещения то есть вы выполнена как бы с наворотами но практической пользы от этого как бы не всегда есть ну грубо говоря вот с моей точки зрения конечно это эффективно но почему так допустим не делают в настоящее время с моей точки зрения потому что это уже лишнее меню системы представляет вот так вот как бы она выглядит да вот здесь разбито по категориям некоторые приложения скажем так и функционал телефона тут собственно непосредственно список приложений да вот здесь небольшие вот такие вот значки можно посмотреть карту памяти информации они у меня 256 мегабайт обе карты можно открыть поиск вернуться домой посмотреть настройки лаунчера и выбрать вот кстати присутствует и рукописный вот вот так вот кстати вылит рукописный вот насчет рукописного ввода и могу сказать что он здесь немножко конечно свои системы потому что как бы нельзя писать что угодно тут надо писать именно определенные символы даже начинать с определенного угла то есть тогда вот именно как-то система это определяет то есть тут список есть этих символов и именно это устройство будет учить вас каким образом нужно писать яркость экрана можно регулировать посмотрите давайте какая она на максимальном уровне так почему-то у меня не хочет реагировать вот собственно яркость максимал кого такая вот да видите сами достаточно ярко а минималка вообще очень маленькая небольшая у меня кстати даже было почему-то еще меньше когда его купил и еле смог настроить на высокую яркость его кстати почему я в первый раз не попал потому что дисплей калибруется вручную и скажем так если откалибровать его неверно то в некоторые элементы экрана просто нельзя попасть вот такая вот хрень тут присутствует также на устройстве есть и наэкранная клавиатура то есть опять же как я говорю есть и так и так два вида предоставляют возможности вот такие вот что касается каких-то прибамбасов вот можно например поставить пароль можно синхронизировать данные с компьютером есть файловый менеджер понятно что устройство полностью открыто это не айос не windows фон и за это хотя бы плюс кстати насчет приложений их так понимаю даже можно передавать то есть в некоторых java телефонах например тогда даже нельзя было можно нажать допустим бим вот сюда вот и приложение передается через что-то передается конечно не совсем понял по моему через ик-порт если не ошибаюсь да потому что bluetooth присутствует увы далеко не в каждой модели так понимаю что он присутствует лишь европейских версиях этой модельки а у меня по моему блютуза по-моему нет есть remote control вот такой вот remote control системы управления скажем так устройствами какими-то от sony в основном ну вот подобное видео например sony ericsson k800 и в других старых sony ericsson ах то есть непонятно по какому по какой технологии реализуется но можно управлять всякими устройствами мультимедийными домашними можно посмотреть демо ролик своего рода называется это клайо демо тут рассказывается об устройстве и кстати можно было заметить просто возможно вы это не видели сделано этот ролик был по типу флэша то есть по моему в сф формате кстати флэшплеер тут тоже есть если еще приложение вот такой вот пиксель в дюбер в этой системке оно позволяет просматривать документы и кстати вот этот документ несмотря на то что выглядит он скорее как pdf к на первый взгляд если там где-то залезть внутрь я просто сейчас это не собираю делать то в реальности формат этого документа это обыкновенная html страница htm то есть их просматривать тоже можно кстати и интернет-браузер устройство конечно же есть что в принципе понятно и естественно но скажем так использовать его можно только при наличии вайфай карты либо же путем передачи интернета с пк и так понимаю что тоже можно сделать модем для этого устройства из компьютера если я ошибаюсь то поправьте вот например hot sync это то самое меню которое выглазит при включении до к станции тут можно выбрать локальное и модем такая вот хрень локальная это использование в качестве кредла и в качестве кого тут er2 apc вы немножко непонятно вообще я конечно пробовал подключать это устройство к пк но тем не менее у меня не вышло это сделать из-за того что просто драйверов нет у меня на windows десятки моем компьютере но в реальности если покопаться то скорее всего как то это можно сделать и что касается карт памяти то я тоже не смог вообще никаким образом сюда файлы пока что передать карт памяти я тоже не знаю вставить мне в мой компьютер и по и к порту я тоже пока файлы не передавал поэтому не знаю даже возможно тут это или нет дальше из приложений которых мне еще который еще заметил это есть фотоэдитор то есть могут есть такой вот скажем так пейнт своеобразного аналог пейнта можно разрисовывать тут кое-что пометки это делать причем не только на пустом холсте но и на фотографиях разных также в устройстве есть клиент почты без понятия насколько он актуален в настоящее время да уже наверное это и не нужно что касается форматов аудио видео и звука то увы я не проверял из-за того что файлы не смог сюда добавить в принципе диктофон работает микрофон тут есть и диктофон качество такого среднего есть кстати три кнопочки вот сверху как я уже показывал одна кнопка позволяет передать приложение вторая кнопка посмотреть информацию о каком-либо приложении а третье удалить приложение с устройства именно то которое было установлено кастомным образом что касается игр на это устройство то я так понимаю они все таки есть они немножко похуже на те что были в симби на windows мобайл стоит понимать что они старенькие по моему рейджинг тандер первый есть по моему есть эдж такая головоломка боджевал от первого чая для palmo s есть гта по моему первые тоже выпускали для palmo s зума и так далее то есть в принципе поиграться можно но это уже если вы сможете сюда файлы как-то перекинуть пожалуй это все что я хотел рассказать об этом устройстве на мой взгляд устройство получилось конечно достаточно крутым и навороченным то есть современный пользователь скорее всего очень оценит это устройство то есть попросту выглядишь с ним когда ты им пользуешься просто как обыкновенным условно говоря просмотрщиком файлов это уже очень круто ты с таким устройство выглядишь по крайней мере я так считаю в целом же если рассматривать с более лисичные более практической пользы то я могу сказать что это устройство оно было очень навороченным и многие фишки у него по факту попросту не нужны ну то есть она она как бы усложненная да и скорее всего именно поэтому современные производители попросту не клепают подобное устройство из-за того что это попросту недостаточно выгодно это сложно в производстве и далеко не каждый раз это действительно необходимо человеку вот такая вот шутковина тем не менее сони клея аппарат до сих пор удивляет пользователей современных в том числе и меня своими навороченностями и для 2003 года это было устройство очень и очень функциональное она навсегда останется в нашей памяти спасибо за просмотр уважаемые зрители до скорых встреч